Почва Почва также выяснит, какие типы почв встречаются на поверхности земли и от чего зависит их различие. Почва – особый природный слой, который находится у нас под ногами. Еще в древности почву называли матушкой-кормилицей и сочиняли о ней сказки, легенды, пословицы, поговорки, загадки. Вы знаете, что от почвы зависит урожай зерна, овощей, фруктов. И очень часто бывает так, что на одном из участков не растет вообще ничего, а на другом участке можно собрать очень даже хороший урожай. Конечно же, причина или одна из причин в почве, а точнее в ее плодородии. Долгое время у ученых не было ответа на вопросы, что же такое почва, как она образовалась. И только в конце XIX века великий русский ученый, основатель почвоведения, то есть науки о почвах, Василий Васильевич Докучаев, смог дать ответы на все эти вопросы. Ученые выяснили, что почва – это особое природное тело, такое же, как минералы, животные и растения. Итак, почва – это верхний рыхлый слой земли, обладающий плодородием. Что же такое плодородие? А плодородие – это главное качество, которое отличает почву от горной породы. В свою очередь, плодородие зависит от наличия в почве органического вещества, то есть гумуса или перегноя. Гумус же – это останки растений, перерабатываемых живыми организмами, населяющими почву. Он присутствует во всех типах почв, но мощность гумусового горизонта у разных почв различна. Чем больше гумуса в почве, тем темнее ее цвет, ну и, соответственно, выше ее плодородие. Количество гумуса определяет именно свойства главной почвы, то есть ее плодородие. Помимо гумуса в почве обязательно должны присутствовать вода и воздух, так как растение без воды не может развиваться. И также для развития его корневой системы в почве необходимо наличие воздуха. Поэтому лучшей почвой считается рыхлая, в которую легко проникают влага и воздух. Почвы образовались под влиянием горных пород, рельефа, климата, воды, микроорганизмов, растений и животных. Конечно же, очень большое действие, и порой негативное, на развитие почвы оказывает деятельность человека. Ну и для развития почвы очень важным является такой фактор, как время. Действительно, почва образуется очень медленно, под воздействием перечисленных условий. За 100 лет мощность почвы увеличивается всего от полусантиметра до двух сантиметров. Этот факт свидетельствует о том, что люди должны бережно относиться к этому удивительному дару природы. На Земле выделяют разные типы почв. Условия образования разных типов почв различны. Для каждой территории характерны свои сочетания почв с определенными свойствами. Плодородная почва образуется там, где в нее больше всего поступает органических веществ. Растений отмерзших и останков животных. А вот соотношение тепла и влаги, а также состав растительного покрова влияют на образование почвенных горизонтов. Вот здесь на слайде вы можете увидеть на картинке, что не везде на почвенном профиле одинаковый цвет. Как следствие, мы с вами можем говорить о различных почвенных горизонтах. Я прошу вас обратить внимание именно на верхний слой. Это гумусовый горизонт, то есть тот, который будет нам с вами говорить о наличии плодородия в почве. В почвах северных безлесных областей, где растительность в основном мхи или шайники, слой почвы очень тонок. Мощность гумусового горизонта крайне мала и возделывать ее нельзя. Здесь формируются тундровые почвы. В хвойных лесах под лесной растительностью преобладают подзолистые почвы. Ежегодно и очень постепенно в почву поступает только хвоя, которая содержит мало питательных веществ и еще немного травы, растущей под пологом леса. Климат здесь холодный, осадков много, и поэтому часть органических веществ просачивается в почву. А наверху остается белесый слой, он же и называется подзолом, так как похож на золой. На профиле сейчас очень хорошо видно, посмотрите, тонкий слой гумуса, темная окраска. Далее светлый мывной горизонт, практически полностью вымытый, отсюда и название подзола как таковое. И самой плодородной почвой, конечно же, являются черноземы. Он образуется там, где больше всего поступает органических веществ. Это хорошо заметно в тех районах, где в растительном покрове преобладают однолетние травы, то есть в степной зоне. Содержание гумуса здесь велико, и его толщина достигает одного или даже полутора-двух метров. На срезе почвы нам, опять-таки, это хорошо видно. Посмотрите, глубокий насыщенный черный цвет и плодородие почвы в данном случае очень-очень высокое. На слайде представлены два типа почв, чернозема и подзолистая почва. И здесь более качественно видно, можно сравнить сразу же два различных типа почвы. И обратите внимание все-таки на то, на что я указывала вам раньше. Более глубокий насыщенный переход, или вернее слой гумуса практически около метра у чернозема и тонкая, практически непрослеживаемая полоска перегнойного горизонта или слоя гумуса у подзолистых почв. Конечно же, их плодородие будет различаться как раз-таки именно поэтому. Тип почв зависит в первую очередь от растительного покрова, количества осадков и поступления в почву органических веществ. Почву необходимо беречь. Ее называют бесценным даром, богатством, за то, что она одевает, кормит, дает сырье для промышленности, лес для строительства. Она нуждается в бережном отношении, поскольку очень легко разрушается. Смывается водой, сдувается ветром. Однако самый большой урон почве наносит человек. Неправильная распашка почвы, неумелое применение удобрений, еда химикатов, давление на почву мощной сельскохозяйственной техникой, загрязнение окружающей среды – все это приводит к тому, что почвенные организмы погибают и разрушается верхний плодородный слой почвы. Давайте подведем итоги. Итак, почва – это верхний плодородный слой земной коры, возникший в результате длительного взаимодействия живого и минерального вещества. Особым свойством почвы является ее плодородие. Чем больше гумуса, тем цвет почвы темнее, и она более плодородная. Почва образуется очень медленно. Слой толщиной около 1 см природа создает за 100, а порой за 1000 лет. Наиболее плодородными почвами являются черноземы. На земле существуют разные типы почв, и это зависит прежде всего от растительности и климата местности, а также от ее рельефа, состава горных пород, ну и, конечно же, деятельности человека. И основателем почвоведения является Василий Васильевич Токучаев. Итак, у вас есть возможность проверить, что же вы запомнили из нашего с вами сегодняшнего урока. Что же такое почва? Вам необходимо выбрать правильный ответ. Земная кора, литосфера, поверхностный слой земной коры, обладающий плодородием, или же верхняя часть земной коры. И я думаю, те из вас, кто выбрал поверхностный слой земной коры, обладающий плодородием, вы абсолютно правы, можете в свою копилочку положить 1 балл. Основоположником почвоведения из вариантов нам представлены Ломоносов, Докучаев, Сомов и Овручев. Ну, конечно же, это Василий Васильевич Докучаев. Плодородие – это варианты ответов возможные органический мир почвы, свойства почвы, характеристика литосферы или же свойства горных пород. Мы с вами говорили сегодня о том, что плодородие – это главное и основное свойство почвы, которое отличает ее от горных пород. Самой плодородной почвой являются подзолистая, чернозема, серая, лесная, либо же тундрово-глеевая. Ну, конечно, это черноземы. И тип почв зависит от растительного покрова, от растительного покрова и осадков, от поступления органических веществ или количества осадков, а также от растительного покрова, количества осадков и поступления органических веществ. Наиболее полным ответом здесь является вариант Г – растительный покров, количество осадков, поступление органических веществ. Я надеюсь, у вас не возникнет сложности в освоении сегодняшнего материала. Всего вам доброго! Здравствуйте, дорогие шестиклассники и уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами продолжаем говорить о глаголе и тема урока «Безличные глаголы». Предлагаю вам четверостишее из стихотворения Николая Некрасова. Как вы думаете, ребят, что объединяют все эти предложения? И если мы с вами начнем выделять грамматическую основу, то будет понятно, что все эти предложения являются простыми. Давайте проверим. В первом предложении есть главный член, это сказуемое «смеркается». Во втором, в «Бару темнеет», также главный член является сказуемым. А остальные предложения являются двусоставными. Грамматическая основа «Пожар краснеет» и в последнем предложении грамматическая основа является «Лист тонет». Итак, мы с вами можем сделать вывод, что предложения делятся на две группы. Первые два предложения являются односоставными, а остальные – двусоставными. И как бы вы назвали глагол, который обозначает действие, происходящее без действующего лица? Ребят, я вам подскажу, что это безличный глагол. И вот сегодня мы с вами должны узнать, что такое безличные глаголы, выяснить, в какой форме употребляются они в предложении, и, конечно же, научить отличать безличные глаголы от всех остальных глаголов. И давайте познакомимся с правилом. Безличными называются глаголы, при которых нет и не может быть действующего лица. В предложениях с безличными глаголами нет подлежащего. Также безличные глаголы могут выражать явление природы, например, морозит, вечереет, и физическое и психологическое состояние человека – лихорадец, нездоровится, мечтается и так далее. Также безличные глаголы не изменяются по лицам, числам и родам. Они употребляются в следующих формах. В форме инфинитива «стало холодать», в форме единственного числа третьего лица настоящего и будущего времени «холодает», «завтра будет холодать», в форме единственного числа среднего рода прошедшего времени «холодало» и в форме условного наклонения «похолодало бы». Личные глаголы могут употребляться в безличном значении. Предлагаю сравнить следующее предложение. «Дерево темнеет вдали» и «в лесу быстро темнеет». Ребята, в первом предложении мы видим грамматическую основу «дерево темнеет» и «сказуемое» выражено личным глаголом. Это предложение двусоставное. Во втором предложении «в лесу быстро темнеет» «сказуемое» – это личный глагол в значении безличного. Следующий пример. «Ребенок не спит». Грамматическая основа подлежащая. «Ребенок» – «сказуемое не спит». И вы также видите, что «сказуемое» выражается личным глаголом. А вот «ему не спится» – это предложение односоставное. Здесь есть только главный член – предложение «сказуемое». И безличный глагол, образованный от личного с помощью суффикса «ся». Ребята, напоминаю, что с теоретическим материалом вы можете познакомиться в своих учебниках. А сейчас предлагают работать на практике. Игра «Четвертое лишнее». Вы должны найти лишнее слово или словосочетание и назвать его. И предлагаем вам четыре строки. Первая – «взгрустнется», «нездоровится», «смеркается», «дремлется». Вторая строчка – «снег летит», «дождь идет», «пахнет сеном», «солнце пригревало». Третья – «верилось бы», «хотелось», «надеялось», «думалось». И четвертое – «светает», «лихорадит», «моросит» и «расцветает». Давайте посмотрим, какие же слова оказались лишними. В первой строке лишним словом оказалось слово «смеркается». Почему? Потому что это слово обозначает явление природы, а все остальные – психологическое состояние человека. Во второй строчке лишним оказалось «пахнет сеном», потому что это односоставное предложение. И главный член, сказуемое, «пахнет». Третье – это глагол «верилось бы», потому что он употреблен в условном наклонении. В четвертой строке лишним словом является «лихорадит» означает «состояние человека». Следующее задание – это цифровой диктант. Вы читаете предложения и выбираете те номера предложений, в которых имеются безличные глаголы. Первое – «не слышалось никакого шума», «сильно хотелось мороженого», «сено пахнет летней свежестью», Четвертое – «в зале дышится легко», Пятое – «ветер громко воет в трубе», И последнее – шестое – «подморозило, и воздух стал свежим». Ребята, напоминая, чтобы выполнить это задание, вы должны подчеркнуть грамматическую основу И найти односоставное предложение. Давайте посмотрим, что у вас получилось. Правильные ответы следующие. Первое предложение, второе, четвертое и шестое. Следующее задание – это игра «фокусник». Ваша задача – превратить личные глаголы в безличные. Предложения такие. «Ветер дует в окно», «гроза зажгла дерево», «дождь льет, как из ведра», «липы сладко пахнут», «ветер сломал осину». Мы видим, что эти предложения двусоставные. Давайте посмотрим, как мы их преобразовали в предложения с безличными глаголами. «В окно сильно дует», «грозой зажгло дерево», «на улице льет, как из ведра», «сладко пахнет липами», «и ветром сломало осину». Последнее задание вы должны заменить безличными глаголами в следующее слово-сочетание. «Ощущается болезненный озноб», «день клонится к вечеру», «виделось во сне что-либо», «хочется спать», «есть желание», «светает», «нужно будет подобрать антоним», «появилась ноющая боль» и «создается впечатление», «представляется». Нужно заменить всего-навсего одним словом, смотрим, что вышло. «Ощущается болезненный озноб», «то есть набит», «день клонится к вечеру», «значит вечереет», «виделось во сне что-либо», «снилось», «хочется спать», «спится», «есть желание», «хочется», «светает», «антоним», «это темнеет», «появилась ноющая боль», «заныло» и «создается впечатление», «представляется», «это слово «кажется». Итак, ребят, ваше домашнее задание будет заключаться в следующем. Вы, конечно же, учите теоретический материал, выполняйте упражнение 563 по учебнику Рыбченковой, и кто хочет получить более высокую оценку, нужно будет подобрать примеры предложений с безличными глаголами из басен Ивана Андреевича Крылова. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, дорогие шестиклассники. Мы продолжаем с вами говорить о литературе Древней Греции. И мы уже с вами знаем, что такое мифы, чем они отличаются от сказок. Мы с вами знаем замечательные мифы о Геракле. Надеюсь, дома вы их прочитали, заинтересовались и что-то обязательно прочитали дополнительное. Сегодня мы с вами откроем еще для себя один новый жанр устного народного творчества, то есть фольклора древних греков. Мы поговорим с вами о легендах. Я просила вас дома прочитать легенду об Орионе, которую написал древнегреческий историк Геродот. Это тема сегодняшнего урока. Поговорим сейчас именно об этом. Вы помните, что свои представления об окружающем мире древние греки выражали в мифах? И, конечно же, вы помните, что вот это желание и стремление создать идеального героя, найти идеального героя, оно тоже прослеживается в мифах древних греков. Мы помним, мы нашли с вами этого героя. Мы назвали, древний грек, его назвали Геракл, а мы с вами, конечно же, согласились с древними греками. Но у нас же есть еще и другие произведения, и другие герои, и герои этих произведений тоже обладают многими качествами, которые так ценились в людях не только в древние времена, но ценятся до сих пор. Это ум, образованность, мудрость, мужество, храбрость и сила. Напомню вам, что в центре внимания мифов – жизнь, соперничество, борьба и праздность всемогущих богов, обитавших отдельно от людей. Но об этом рассказывают нам мифы. О чем же рассказывают нам легенды? Легенды, точно так же, как и мифы, рассказывают нам об исторических событиях и передавались из уст в уста, поскольку это произведения фольклора, из поколения в поколение. Со временем они дополнялись различными подробностями и приобретали фантастические черты. Ученые не считают легенды полностью достоверными, историческими источниками, но и не отрицают того, что в большинстве случаев они все-таки основаны на реальных событиях. Вы помните, в мифах мы не говорили с вами о реальности, а здесь уже у нас вот этот момент появляется. В чем же разница тогда между мифом и легендой, если, по сути, мы с вами говорили сейчас о том, что составляющие и мифов, и легенд у нас одинаковы? Слово «легенда» в переводе с латинского обозначает то, что должно быть прочитано. Устный народный рассказ, в основе которого лежат исторические факты, события, аргументы, переплетающиеся с вымыслом и фантастикой. О каком-либо историческом событии, изложенное в художественной, поэтической форме. Повторять определение мифа мы с вами не будем, а сразу давайте попробуем в таблице сравнить мифы и легенды. Итак, мифы относятся к эпическим жанрам устного народного творчества и характеризуются широким обобщением символических образов. Легенда является жанром народного эпоса, в основе которого лежат реальные события. Мифы повествуют о жизни бессмертных богов, легенды рассказывают нам о смертных героях, которые часто покровительствуют высшие силы. Мифы имеют временной охват событий значительно шире, чем в легендах, а в легендах же события ограничены временными рамками. И, наконец, мифы – это фантастическое преувеличение, которое воспринимается как объективная реальность. А легенды имеют своим основным приемом построение сюжета гипербола, то есть преувеличение. При всем при том, что в основе легенд, конечно же, у нас все равно будут лежать какие-то реальные события. Ну и теперь давайте поговорим с вами о, наверное, самой красивой и самой известной легенде Древней Греции. Это легенда об Орионе, которую, как я уже говорила, написал древнегреческий историк Геродот. Я не буду пересказывать сейчас это произведение. Вы его читали. Давайте с вами поговорим. Что же мы знаем о Геродоте? Геродот жил в V веке до Рождества Христова, но это условная дата, потому что утверждение о каком-то конкретном времени, когда жил, родился и умер Геродот, неизвестно. Поэтому условно говорят VIII век до н.э., VII век до н.э. Даже. Но кто-то утверждает, что это V век. Много путешествовал, был очень образованным человеком и записывал рассказы о прошлом. Помните, мы говорили, что в основе любой легенды, конечно же, у нас есть какое-то реальное реалистическое событие. Так вот, и герой легенды об Орионе тоже когда-то реально существовал. Это реальное историческое лицо. Он жил в VII веке до н.э. и являлся несравненным великим кефаредом. То есть исполнителем на кефаре, музыкант, который играл произведения и стихотворные, пересказывал какие-то произведения под это музыкальное сопровождение. Орион не только искусно владел лирой, но и слагал прекрасные дифирамбы, то есть был еще и поэтом. Не вдаваясь в подробности этого произведения, давайте сейчас с вами все-таки попробуем проанализировать жанр этого произведения. Попробуйте ответить на вопрос, почему легенда об Орионе называется легендой. Если вы ответили правильно, у вас приблизительно такой ответ должен быть. Повествование называется легендой, потому что оно было создано Геродотом на основе устного предания, распространенного в Каринфе и на острове Лезвос. То есть реальное обоснование у этой легенды было. Что же еще дает нам возможность назвать это произведение легендой? Сказочное обогащение Ориона, но также его чудесное спасение дельфинами можно отнести к фантастическим событиям, к некому вымыслу, который говорит нам о том, что все-таки не все так подобно в этой замечательной легенде. Давайте с вами сейчас, уже удостоверившись в том, что да, это действительно легенда древнегреческая, попробуем сформулировать основную идею этого произведения. Позволю себе напомнить, что основной идеей любого произведения называется та мысль, главная, сокровенная, самая важная идея, которую пытается донести до нас автор любого произведения. Вот что же хотел нам сказать Геродот, на что хотел он обратить наше внимание в тот момент, когда создавал это замечательное произведение. В легенде об Орионе Геродот говорит о спасительной силе искусства, благодаря чему спасся из волн морских Орион, благодаря своему умению, владению, удивительному пению, обаяния, талант певца, ценность жизни, превосходство человеческого достоинства над алчностью и вероломством. Все это мы с вами, безусловно, находим в этом замечательном произведении. Ну и дома, ребята, продолжая тему древнегреческой литературы, я хочу попросить вас обратить внимание на следующее произведение. Ну, во-первых, прочитайте статью учебника Гомер и его поэмы «Илиада и Одиссея» на странице 188-189. Во-вторых, если вас увлечет эта статья, попробуйте прочитать те отрывки из «Одиссея», которые представлены у вас в учебнике. Я надеюсь, вам будет интересно, а на следующем уроке мы как раз и поговорим об «Илиаде», который написал великий древнегреческий поэт Гомер. Всего доброго! Я рада с вами увидеться на следующем уроке, буду очень. До свидания, ребята! Субтитры подогнал «Симон»!